Сегодня в нашей рубрике тест-драйв бюджетный автомобиль. Обычно, когда мы говорим об этих машинах, то мы довольствуемся тем, что есть. Ну, если у машины, так скажем, есть уже руль, педали и кузов, уже хорошо. Здесь же автопроизводители подумали о дизайне, что не может не радовать. Посмотрите, какая она симпатичная. Действительно, дизайн очень хороший, а боковая линия просмотрится просто идеально. На автомобильном рынке бюджетные машины всегда находили своих покупателей. В первую очередь из-за маленькой цены, но в то же время вместительного салона, а также багажника. Citroën C Elysée, по нашему мнению, выглядит очень достойно. Французские дизайнеры подошли добросовестно к разработке экстерьера этого автомобиля. Первое, что бросается в глаза, так это то, как сделана боковая линия. Она огибает переднюю колесную арку, проплывает над дверными ручками и вливается в задние блоки фар. Передняя часть автомобиля чем-то напоминает Citroën C5. А вот сзади радует то, что нет ощущения прилепленного багажника – ошибка, которую можно встретить у некоторых конкурентов. В целом машина выглядит дороже, чем она есть на самом деле. Французов можно похвалить не только за дизайн, но и за то, как подогнаны детали кузова. Расстояние между панелями минимальное, а что самое главное – оно равное. Двери благодаря двойной резиновой прослойке закрываются без сопровождения звука консервной банки. Расстроил багажник. Крышка изнутри ничем не прикрыта, просто голый металл. Но, тем не менее, мы нашли и плюс. Это первая модель из тех, что мы испытывали, у которой багажник реально большой. Он действительно обратил наше внимание, поэтому мы решили сделать стендап. Давайте я вам покажу. Помимо того, что он открывается ключиком, здесь очень-очень большое пространство. Я не знаю, это как половина автомобиля. Действительно, багажник очень большой, можно туда запихнуть все, что угодно. И раз это бюджетный автомобиль, значит, люди будут им пользоваться по назначению. А сюда можно поместить и мешок картошки, ну и человека. Но лучше не надо. Обычно, если у автомобиля большой багажник, то сзади места практически нет. Давайте посмотрим, что здесь. А здесь, я вам скажу, маленькая квартира. Нет, места действительно очень-очень много. И помещаются и ноги, и голова. И если, кстати, вы сомневаетесь насчет пространства, хорошо, я не самый крупный человек. Но в этот автомобиль садился наш продюсер. И он тоже удивился от того, что здесь действительно много места. Несмотря на большое пространство в салоне, все же отделан он жестким пластиком. Очень жаль, так как со временем езда на этой машине будет сопровождаться характерным поскрипыванием. Зато сидения оказались более мягкими, чем они казались внешне. Салон в целом напоминает убранство C3. Но в деталях здесь все проще. Руль обтянут кожей, а посадка неплохая, даже несмотря на то, что руль не регулируется по вылету. Конечно, в данном автомобиле есть недочеты, например, то, как расположены кнопки стеклоподъемников. Но не будем судить строго. Это все же недорогой городской автомобиль. Радует плавность хода. Ожидали, что на асфальтовых неровностях железный кузов будет громко шуметь. Но нет. Подвеска очень спокойно относится к неровностям практически любых размеров. Для теста нам дали автомобиль с двигателем 1,6 бензин с механической коробкой передач. Для данной модели также идут двигатели 1,2 бензин и 1,6 дизель. Дизель оснащается только механикой. Пятиступенчатая механическая коробка передач имеет длинноватые ходы, но зато работает исправно. Нареканий нет и по поводу привода сцепления. Наше мнение, что лучше C или Z покупать именно в механике, так как коробка автомат по нам старовато. 21 века она осталась четырехступкой. Зато подвеска мягкая, коронная фишка французов. И это у них получается. В целом можно еще долго рассуждать на тему, что плохо, а что хорошо. Но в заключении хочется сказать, не стоит забывать о том, что этот большой автомобиль за маленькие деньги. И производители напряглись не только сделать его недорогим, но и симпатичным. Стоимость C или Z начинается от 9 тысяч евро. А теперь перейдем к нашему тесту. По данным производителя, двигатель с мощностью 115 л.с. должен разогнаться до 100 км в час за 9,4 секунды. Полученное нами время составило 12 секунд. Итак, оценка нашей редакции 7,6 баллов. А прямо сейчас вы узнаете, какой вердикт вынесет наша фокус-группа. Уважаемая фокус-группа, у вас такие лица, будто я привидение привезла. Это может быть и Крапит, и Овтавия по фарам. И, ну, теперь по размеру не пройдет. Это может быть и фордик какой-то по фарам. Да, наверное, сходу больше. Да, наверное, вряд ли. Такие фары сходу. Как в Крапитте, Овтавия один в один. И что? А дальше? Вообще безумие. Я открываю сначала спереди ее просвещиваю. По модели. Это не трамон, это понятно. Что это за модель? У всех паника. Паника полна. Ох ты, С. А это же целый С. Похожие на Тойоту. Да, вот здесь. Это все, ну, как, базы или как? Так, это C30, C4, да, участник? Сюда, ну, у нас с вами просто цепь. Ну, кондиционер... Нет, это обычный стандарт. Это неудобно. Я не сталкивалась вообще с машиной Ситроен, но мне в этой машине не комфортно. Это лично мое мнение. Очень... Может, это простая комплектация, может, это просто модель. Внешне намного больше мне понравился дизайн, чем внутри. Намного больше. То есть, внешне, когда предоставили машину, она действительно заинтересовалась, что это за модель, что новая. А в салоне это немножко... Видно, что это бюджетная версия. Да, бюджетная версия. То есть, в принципе, я думаю, что... Как что, материал, не знаю, мрак, не знаю. Да, 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 материал, конечно, это не из... Это действительно бюджетный вариант машины. Все зависит от цены. Да, от цены, конечно, да. Но, опять же, повторюсь, внешний дизайн мне удивил больше, чем внутренний, чем дизайн салона. Наша фокус-группа закончила оценку данного автомобиля. А какая оценка, вы узнаете прямо сейчас. Итак, Ситроен Циэлизе после подсчета всех данных от нашей фокус-группы получает 4,16 балла. Что же касается показателя средней цены, то тут получилась разница на 2070 евро меньше от заявленной. Далее следует оценка редакции 7,6 балла. Интернет-аудитория была на этот раз не очень активна, но все же в результате голосования данный автомобиль набрал 6 баллов. Ситроен Циэлизе по версии программы четверть миллиперезагрузка набирает 5,92 балла.